приветище это зомби эйсер и мы продолжаем наши поездатые приключения продолжаем путешествовать на нашем вот этом крутом стареньком но крутом поезде строить вагоны и соответственно мочить зомбарей ковыряться в мусорке ковыряться в старых домах ну все что осталось от прошлой жизни вот ну и как-то выживать совсем этим д д д р мо да ты понял что я хотел сказать в общем комментариях написали огромное количество комментариев это автологии что якобы я не забрал пистолет ну как-то я не мог забрать пистолет ну что ты меня что ли не знаешь но это вообще него какие ворота вообще не лезет как-то я дальше поехал бы путешествовать без пистолета ты знаешь что там дальше нас ждет ты не знаешь что дальше нас ждет там одичь и полная без пистолета то вообще делать нечего я просто оставил это на следующий выпуск то есть вот на сейчас потому что в прошлый раз я не успел, и так выпуск был длиннющий, поэтому мы сейчас у вас за мари. Пойдем и заберем пистолет. Хотя, вот я даже не знаю. Ты же знаешь, что нас там будет ждать? Ты-то знаешь, ты знаешь, ты все знаешь, ты просто молчишь в комментариях, мне только успеваешь клацать кнопочками и набирать сообщения, что я там не прав, что я там что-то не так сделал. Все же умные. Один я, это... Не знаток. Подожди, давай зайдем. Здрасте! Вот это он вылетел, так вылетел. Подожди. Сейчас мы с ним разберемся. И пойдем пукалку возьмем. Вот так, вот так. Давай, пинайся. Не хочет пинаться, хотел его скинуть в море. Точнее, в речку. Море, какое море? Это же речка. Пойдем зайдем к нему в квартирку. Глянем, что у него тут есть. О, ящички. Кстати, у меня что там в рюкзаке? 26 килограмм из 44. Это хорошо. Эту бочку не разобрать. Тут видно, что костер горел. Кто-то тут грелся. Кроватка облеванная. Что ж, пойдем, хватим пистолет. И ты увидишь, что сейчас будет. Сейчас все зомбари, которые тут только есть... Подожди. Мы же выяснили, что... Выяснили в прошлой серии, что стрелы могут подрывать эти бочки. И эти бочки нам сейчас к месту тут стоят. Очень хорошо. Пойдем. Пойдем, значит, заберемся в домик. Вот эту бочку можно разобрать. Что она тут стоит, да? Зря. Металл нам нужен постоянно. О, спасивочки. Табуретку, кстати, тоже можно... А ты откуда взялся? Иван Васильевич Петрович. Черт, у меня... Ты представляешь, у меня молоток сломался. Я не могу разобрать сейчас табуретку. Хотя это не табуретка. Все перепутал. Смотри, сколько тут стульев-то валяется. Ну, добро пропадает. Бочку еще сейчас разберем. Ужас какой. Не подготовился я конкретно. Пришел сюда. Так, значит. Походу, пистолет откладывается у нас, да? Ну, неужели я не взял с собой молоток? Ну, капец. Капец копцовый. Все. Молот сломался. Фига. Нифига. Ладно, пойдем внутрь. Открываем дверь. Тишина. Удивительно. В прошлый раз, когда я зашел в этот дом. Растяжек нету тут, нет? В прошлый раз, когда я зашел в этот дом, тут было такое представление, что все меня услышали. О, таблеточки. Забираем. Кстати, удивительно то, что у меня сейчас пасмурная погода. Дождичек идет. Атмосферненько. Ранее я, по-моему, дождь не заставал. Что здесь? Газировочку нашли. Блин, еще одни табуретки. Ну, как так-то? А здесь должен быть пистолет. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Смотри, смотри, смотри. Смотри, фейнверк пошел. Это типа... Мне устроили представление, что я нашел пистолет. И с зомбариса все округи вон уже бегут. Пойдем пестик возьмем Закрываемся нафиг Сейчас мы его поменяем Вместо чего? Вместо молотка, конечно Молоток можно выкинуть Хотя я этого пока не хочу делать У нас 38 патронов Ну что? Давай, давай, влетай Влетел На мои патроны Еще один берет По-моему, кстати, пистолет переработали, нет? Текстурка такая же была, как и раньше? Или мне кажется? О, там же бочки были где-то Но я по ним сейчас не попаду Надо было пораньше выходить с пистолетом И стрелять по бочкам, чтобы мостик подорвался Левел ап! Конечно же, выносливость В топку здоровья с таким пекалем Вот, давай, бочка, взрывайся Вот так бы это все выглядел Красиво и с огнем У нас же есть лопата, точно В прошлой серии я сделал лопату А это означает, что мы можем покопать себе песочек Чтобы сделать стекло А стекло-то нам нужно Без него как-то мы будем в вагоне Производственном ездить Да, я называл это производственный вагон Потому что у нас там В смысле? В смысле? Инвентарь заполнился? У-у-у, инвентарь заполнился Производственный вагон Потому что у нас там все производство Мы там делаем и оружие И, соответственно, сам Обшивку для вагона И прочее всякое лохматье Которое нам вообще нужно для выживания Поэтому у нас будет производственный вагон Первого этажа Второй этаж Это жилой вагон Тьфу, блин, это же один вагон То есть первый этаж вагона Производственный Второй этаж вагона Жилой А другая часть вагона Ну, то есть второй вагон Который у нас без всего стоит Прицеплен просто Там будет у нас бассейн И вообще Пати-прицеп Вот так вот его назовем Пати-прицеп это будет Пришел на выгрузку Неудобно, конечно, что тут нету прохода Я вот думаю, что, наверное, здесь надо было поставить Че я там могу поставить-то? Вот что-нибудь типа вот такого надо было поставить Да Я бы смог спокойненько заходить Сбоку в свой вагон Пришел на выгрузку И увидел, что мы песок, оказывается, в ведрах таскаем 8 килограмм песка у нас есть И пойду делать огроменный шкаф Потому что без шкафа мне тут вообще Жопе полное будет Шкаф, шкаф, шкаф Огроменный шкаф Где же ты у нас? Вот они у нас, шкафчики Вот такой здоровенный нам нужен Двойной желательно Куча древесины нужна Ммм, древесины нету Подожди Древесину я тогда потратил все на Наши стенки Мне хотя бы хватит сделать этот Молот Черт, уже темнеет Давай свет включим Молот, молот, молот Да, на молот хватит Сделал, короче, два молотка Один будет строительный Другой вот для вылазок Знаешь, что я хочу? Хочу, короче, разобрать вот эту штуку И воплотить то, что у меня было задумано ранее Вот так вот И поставить все-таки сюда вот эту Во И буду здесь спокойно выходить Заходить Ништяк Теперь у меня быстрый выход есть И вход Кстати, вот эти бочки, по-моему, я в прошлый раз разбирал Да, я их разбирал, они заново отреспаунились Если они заново отреспаунились Может быть и ящики? Нет, ящики нет Хм Пойду разбирать Были бочки и нет бочек Ну это даже хорошо Металл всегда нам нужен Так, значит, стрелы есть Пекаль заряжен Я вообще оружие Лазер, кстати, работать нет? А, это не лазер Это фонарик Фонарик на пистолете Круто Значит, каску нет смысла сейчас В попыхах делать Ну что, стульчики Я вернулся специально за вами Сейчас мы разбираем эти дрова Чтобы сделать, собственно, из этих дров Другие дрова Хо Вот это я сказанул Так сказанул Подбегаю я, значит, к своему вагону И смотрю, что Блин, тут такой проем огроменный Это же понятно, что не закроется дверью или стеклом Если я так стекло здесь поставлю То как я буду проходить? На корточках, что ли? Хм, надо подумать еще Что сюда можно влепить Можно, конечно, вот такую вот штуку поставить Но это смотрится не очень Или такую вот тоже будет смотреться не очень Это полноценная стенка закрытая Я хочу, чтобы тут окно еще было Ладно, подумаем позже Сейчас важнее всего нам сделать шкафчик Шкафчик Двойной шкафчик Подожди Вот такой вот вместительный шкаф для вашего склада Отлично, делаем Готов И Вот это убираем Это вставляем И шкаф у нас огроменный Огроменный шкаф Ставится вот сюда В проем между окон Наконец-то Наконец-то у нас теперь полноценный Агроменный шкаф Практически во всю высоту нашего поезда Открываем И вместительность 240 килограмм Ух Мечта Моя мечта Закидываем Закидываем Значит сюда ведра С песком Вот так вот А подожди Подожди, подожди, подожди Хочу посмотреть Что у нас здесь осталось Значит патроны Картошка Вода Это мы все забираем Все Все поперекидывал Здесь одни материалы А сюда мы сейчас И патроны И сломанные вещи Все сюда запихаем Ну вот Разгрузились Теперь нам нужно посмотреть Как сделать плавильную машину Для нее А, шестеренки Точно Шестеренки нам нужны Значит Каков наш план Мы сейчас По-быстренькому Откапываем Песочек здесь Обыскиваем всю территорию Оставшуюся И валим Ух ты Ух ты Ух ты А тут еще одна дорога есть Блин Кажется я поторопился Отсюда уезжать Патрики кончились Там еще один бежит Здорово Патрик Василий Геннадьевич Зайдем сейчас в этот дом Там кстати двери выломали Интересно Почему выломали Зомбарь какой-то оказался Широкий Не смог пройти Пойдем заглянем в гости Тачки Это хорошо Может быть О двигатель Может быть С шестереночками Мне подфартит Ладно Заходим внутрь Смотрим Что внутри Оп двери не запилили до тебе точнее распилили ужас какой свет то работать нет не электричество нет ну давай пожаримся в холодосе водичка кто где смысле на втором этаже что пойдем поднимемся кто здесь кто ломит вот сюда вот готов тут у нас ванная о патроны нам нужно без патронов как без патронов собственно блин но молоток тут конечно вообще очень быстро ломается вот собственно и все буквально пару стульчиков подразобрал ну как пару наверное десяток и молоточек сдох надо будет потом сделать нормальный когда плавильня появится печки пусто ну чё вроде бы все пойдем теперь в эту сторону надо обыскать все тачки и в принципе все зачистка пройдена упал ты как а на коленки точнее коленки согнулись в обратную сторону и свернул чувака в такси ничего нет прикинь прикинь как так получай еще один патрик косю немножко но скоро пристреляюсь давно не стрелял просто ништяк двигатель еще один мы кстати с этих двигателей сделаем с тобой осветительный прибор какой-нибудь для нашего вагона потому что когда ночь наступает там вообще ничего не видно химию нашли кажется кто-то бежит прям слышал что кто-то сзади нас был кто а это ты чё давай немножко пробежимся по этой дорожке посмотрим куда она нас может привести причем дорожка такая знаешь ай-яй-яй-яй-яй-яй не во время патроны закончились дорожка такая я бы сказал что ну по ней прям ездят ходят вон колеса видны то есть она действующая но как мы видим да на этой дороге нет зомбарей а значит скорее всего там невидимая стена так что смысла туда идти нет возвращаемся ну вот собственно и все мы взяли максимум с этой деревеньки спасибо и большое за пистолет и ингредиенты в том числе материалы может заводить наш поездок поездатый и валить отсюда с этой глуши что собственно мы сейчас и сделаем что у нас по топливу там топлика у нас совсем мало 141 ну пусть будет литр топлива так что заводимся и едем до заправочной станции вот следующая точно будет заправочная станция увеличиваем тягу и мчим ну а пока мы едем пойдем сделаем себе осветительный прибор а еще кстати потолок надо сделать что у нас там по свету света выходи где свет где-то я увидел во во смотри есть деревянный торшер и деревянная настольная лампа также мы можем сделать еще ящик для овощей у нас картошка есть надо будет это сделать ну что значит делаем деревянный торшер все для него есть торшер плюс один к комфорту у нас есть статистика комфорта подожди-ка не показатели комфорта у нас нет но для чего она тогда непонятно просто так видимо разработчик написал ну да ладно у нас уже темнеет и мы ставим торшер торшер мы поставим где-нибудь здесь а нет лучше возле кровати возле кровати вот таким вот образом сейчас ай молоточек сломался но у нас есть запасной запасной вот он кстати он все время у меня был в кармане чушь его не вытащил то там еще пару стульев оставалось и я чё-то расстроился что молоток сломался и ушел оттуда надо было в инвентарь заглянуть все торшер у нас собран и он включается выключается я чё-то не понимаю а вот переключить во здорово все огонь чё у нас там по времени 16 58 а а вон я уже вижу заправочную станцию бежим значит кабину час надо будет газ добавлять я подъезжаю к запрошенной железнодорожной станции думаю стоит сделать из конечно стоит у нас топлика с тобой сколько 51 литр мы так далеко не доедем надеюсь что уехали из города до того как зомби ворвались него ты конечно боба и а ну скорее всего уже извини чувак но покусали так что слишком я газ по убавил а я его вообще вырубил заезжай ну чё там подъехали мы не подъехали о да я помню эту локацию еще вон туда можно на гору взобраться классная локация мне она нравилась тяк 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 сейчас надо будет ух как уже темнеет то быстро все тормозим я думаю что тормозим а нет не тормозил это чё зомбарь стоит здорово пухляш здорово здорово пробивает меня скотобаза давай едем вперед нам надо остановиться где-то вот здесь вот 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 тормозим тормозим и вырубаем ровно надо спустись посмотреть ровно ли мы встали где-то фонарик у меня чуть-чуть назад чуть-чуть назад надо топливный бак у нас заехал за пределы заправки кажется все вот теперь все да бак у нас ровно ровно на заправочной станции пока я тут возился уже потемнело капец как пойдем проверим наш новенький торшер 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 чик я потерял о вот это я понимаю вот это кайфово так также мне нужен еще потолок потолок мы будем делать вот такой вот вход у нас на второй ярус я будет а наверно вот здесь вот пусть будет ну а дальше обычная вот такая вот потолочная деревяшка вот чё там нужно какие материалы два дерева пожалуйста есть у меня столько отлично сделаем сюда еще лестницу и будет подъем сколько у нас древесины там 44 древесины в запасе есть 19 тут 3 древесины нужно ну вот теперь будет спаться спокойнее над собой я сделал потолок это уже хорошо а здесь доделаем потом древесина у меня уже мало скинем запас сюда так поскольку песок у нас очень тяжелый я думаю что его надо хранить в этом большом шкафу а еще я думаю что 1 торшера нам маловато будет здесь освещено надо будет еще один торшер сюда воткнуть но это мы будем уже думкать с утра а сейчас мы отправляемся в спать ооо добренькая добренькая надо пожрать чё у нас пожрать ну конечно же консервированная фасоль пожрем батончиком закусим потому что десерт обязательно куда без него с утра и выпьем водицы пойдем посмотрим чё у нас там тут есть как дела вообще обстоят это что такое а понятно на станции есть заправка у меня заканчивается топливо определенно стоит заправиться естественно естественно 1930 топлика а раньше по моему тут было больше чуть-чуть еще можно сдать поездом сейчас я это сделаю немножечко все-таки не доехали мы вчера с тобой вот так вот стоп 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 кажется все теперь идеально ровно встали ну-ка о шикарно значит берем пистолет втыкаем его сюда кнопка сейчас не будет работать потому что нету электричество надо вначале электричество запустить а электричество у нас включается вот здесь вот где-то тут оно было надо туда ворваться и включить его не дошел до меня патрик тут по моему еще парочка было ага в кассовый автомат попал а вдруг там баблишечка вот тут баблишечка в ящике и в кассе тоже баблишечка нифига себе дырочка какая осталась смотри прикольно там вон кнопка есть какая-то ты видал ты видал блин там кнопка вон чё опять дождь пошел вы прикалываетесь ну реально дождь пошел так бочка стоит это кайфово мы наверное я щас и подорвем давай взрывайте быстрей оу оу щет хе 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 вот это боевик у нас тут побольше бы бочечек о пахли бежит смотри на разборочке типа чё ты мои бочки взорвал скотина хотел он бы мне это сказать но мозги его не для этого созданы ну чё пойдем сюда значит а подожди я хотел разобраться с кнопкой можно это включить активировать жалко я прыгать не умею а как вообще сюда попадали люди как как они вставали за стойку странно очень странно там еще и переключатель пофиг короче идем сюда еще один кассовый автомат стулья подразберем сейчас а кстати там же были скамейки по моему были пойдем попробуем скамейки разобрать вот они скамейки не скамейки нельзя разобрать а чё это тоже дерево между прочим в чем разница то так же как со столом да стулья пожалуйста а вот стол нет стол разобрать нельзя логика разработчика меня удивляет местами а здесь да закрытая дверь ага нужен ключ чтобы туда зайти записка давай почитаем чё написано привет боб кстати вот про этого боба скорее всего я и говорил когда только заезжал на заправочную станцию если тебе необходимо включить питание на заправочной станции приезжай ко мне у меня есть ключ приезжай ко мне возможно это писала анна либо еще кто-нибудь и скорее всего нам нужно будет ехать да не скорее всего чё я буду я аж проходил уже эту игру вон туда в горы нам надо добраться и там будет ключик у нас ну все пойдем на второй ярус глянем кто нас там ждет а тут возможно тоже туалет да воу на тебе молотком по черепухе от страху молотком заряди ему давай-ка пожалуй мы подлечимся а то 34 хп стремновательненько с таким количеством бегать кстати а я не понял а где у нас аптечки аптечки я по моему парочку приносил домой точно чё неужели у меня у меня нет аптечек вот это поворот подожди-ка и здесь тоже нет офигеть надо кстати песочек отсюда забрать с водой это чё это оно тут все лежит а и пластинку сюда закинуть ладно пока мы здесь сделаем еще один торшер и поставим его в другой конец вагона вот здесь вот ну вот теперь весь вагон у нас будет освещен тут свет выключим а то день все-таки же а теперь пойдем посмотрим что у нас на втором ярусе тут тоже по моему зомбари были не смотри к никого нет в туалете даже никого нет о а вот и аптечки пожалуйста здорово еще одна говорил про пару аптечек и пожалуйста нашел пару аптечек выход на лоджию если ее так можно назвать бочки это хорошо можно будет их поскидывать вниз сейчас я это и сделаю наверное скину их вниз будет мой осадочный пункт вот так вот когда зомбари будут близко подходить они будут подходить когда я соберусь отсюда уже уматывать точнее не уматывать а когда я соберусь заправлять свой поезд то эти бочки нам помогут очень хорошо водичку нашли а здесь у нас компьютер открыть компьютер могу платы ух ты а платы нам для чего нужны были я не помню если честно а она разберемся два ящика здесь у нас граната еще гранат у нас теперь три гранаты сколько 35 килограмм у меня в рюкзаке ну вот в принципе и все второй этаж мы это кто ломится я не понял перезаряжаем пекаль открыто же куда ты ломишься чучело подожди заходите пожалуйста на меня переключился скотинка ой да что ты будешь делать с этими патронами шесть патронов в обоими это конечно маловато о а кто это тут заурчал то знакомо машуне привет вон еще машка стоит смотри ща перезарядимся хотя мы сделаем по другому возьмем бочечку не 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 бочку все таки лучше оставим на потом когда толпы зомбари побегут так ладно обыскал пару машин ничего интересного не нашел поэтому пойду сейчас разгружусь и продолжу поиски чё-то какая-то скука тень столько машин и ни в одной нет шестеренки ну вот так как вот называется о машин привет не добежал машка можно открыть пусто я так думаю что тут в принципе нет шестеренок по правилам игры это сделано они появятся в следующих локациях скорее всего еще один выползает из-за тачек сколько я здесь уже перестрелял этих зомбарей ужас наконец-то наконец-то я нашел шестереночки это говорит о чем это говорит о том что скоро я смогу сделать плавильную машину а чё кстати подлагивает кстати как-то странно как-то удивительно подлагивает как будто вдалеке что-то прорисовывается огромное оптимизация хромать стала о как еще одни шестеренки короче вот в таких пикапах встречаются шестеренки смотри кого я тут встретил нашего здоровичка сейчас попробуем при помощи стрел его одолеть потому что в пистолете у меня осталось совсем немножечко патронов в тачках по всей видимости как обычно ничего нету грусть печали о топливо топливо нам нужно даже несмотря на то что мы сейчас заправимся в спину блин а хотел в голову ай качается хватит качаться уже твои жирные бока перевешивают тебя из стороны в сторону прямо в рот выглядит как будто он с зубочисткой во рту или соломинку где-то нашел как в одно место все летит а огонь быстро очень уничтожили здоровяка последняя машина на дороге осталась ее пакли охраняет ну давай посмотрим нифига нифига да зря сюда только бежал закроем тут на всякие пожарные двери потому что зомбари они штупенькие и если они поломятся к нам на поезд мы услышим как они ломают двери в первую очередь и проснемся так значит у нас есть все необходимое для плавильни надеюсь я надеюсь я вот здесь вот она делается плавильня металл черт еще одной шестеренки не хватило эх вот же обидно ладно я надеюсь что все таки в следующей серии мы найдем эту последнюю шестеренку и сделаем плавильню а когда у нас будет плавильня то соответственно у нас будут и окна и новый инструментарий а это говорит о чем о том что мы будем делать крутые вещички ну а на сегодня это все спасибо что смотришь если тебе нравится зомби эйсер то не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться чтобы не пропустить следующих крутых видосов но я с тобой прощаюсь пока увидимся в следующем видео в следующем видео